Всем привет на моем канале. Сегодняшнее видео, как я обещал, будет про то, из чего состоит моя бытовка, как я ее построил, с каких материалов и во сколько мне это обошло. Сейчас попробую немножко об этом рассказать. Вот моя бытовка. Размером она 6 на 2,5. Она каркасная. Каркас из бруса 10 на 10. И внутри, вот здесь вот продольные такие, поставил еще брус 10 на 5. Вот. Значит, входная дверь. Входная дверь металлическая. Самая обычная, самая дешевая. Стоила она, по-моему, около 5 тысяч рублей. Вот. Сами понимаете, за такие деньги качество не очень. Я думаю, что открывается она обычным консервным ножом. Вот. Вот. Вон погнулась уже вся. Пока тут устанавливал туда-сюда, пока там стройка шла сама. Вот. Сверху отбита ОСП. 9-миллиметровыми местами. Вот. Внутри, значит, как шелки-рок утепления. Вот здесь вот видно хорошо. Ветра и... мембранная изоляция такая, то есть она с двух сторон. Она снаружи и снутри. Внутри забито все это дело утеплителем. В качестве утеплителя я использовал эковату. Вот. Засыпал сам без всяких машинок. То есть, рыхлил ее в бачке. И засыпал руками. Вот. Что значит изнутри? Изнутри забил фанерой, потолок, стены. Все это фанера. Обычная фанера, по-моему, она 4-миллиметровая. Фанера обычная 6-миллиметровая. Сейчас уже не помню. Что было под рукой, что было подешевле, поэтому бюджет не хотелось раздувать. На пол здесь вот такая прихожая небольшая. У меня положил линолеум. Тоже самый дешевый. Купень, по-моему, где-то в обе был. Вот. Дверь тоже самая обычная, самая простая. Дубри за 700, по-моему. На входе стоит у меня стеллаж. Чтобы так видно было получше. Стеллаж металлический. Покупал я его на какой-то фирме, которая занимается производством стеллажей. Стоил он, по-моему, что-то около 6 тысяч рублей. Но немножко дорого, зато очень надежно. Значит, вот эта вот одна вот такая вот полка выдерживает 60 килограмм. Вот. В комнате в комнате положил ламинат. Самый простой. Самый дешевый, который был. Класс. Чтобы не соврать, 32-й, там, ну, самый такой вот обычный. Кто-то в обе где-то покупал. Под ламинатом тёплый пол плёночный, прокрасный. Вот контроллер от него. Контроллер, кстати, так ещё и не настроил. Валяется у меня где-то инструкция от него. Контроллер китайский, самый обыкновенный. Купилл за 20 долларов где-то на Алиэкспрессе. Так же, как и сама плёнка для пола. Ну, про стены я уже рассказал. Фанера, покрашенная водоэмульсионкой. В качестве освещения вот такие вот светодиоды и лампы. Они, значит, были вместе со встроенными трансформаторами. Вот. Так называемый LED-драйвер. Вот с такими. Чтобы их не вешать на потолок, я их повыдирал. Но не обратил внимания на их номинал. Так как они выдают 16,48 вольт. Хотел поставить централизованный блок питания вот здесь вот. У нас же ещё проводку специально не заканчивал. Купил блок питания на 12 вольт. Но думал, что все светодиодные лампы на 12 вольт. Вот такой вот. Он прямо на один рейку крепится. У него там вот сзади крепежик специальный. Прямо вот под один рейку. Вот. Такой вот блок питания. Очень, кстати, хорошо работает. Удобно и очень. Вот. Когда подключил, у меня ничего не заработало. Вот. И только потом, уже спустя несколько дней, выяснилось, что оказывается, надо было блок питания на 24 вольт. Вот. Заказал уже месяц назад. Жду теперь, пока мне придёт 24 вольтовый блок питания, чтобы, наконец, свет у меня заработал. Вот. В тамбуре такие вот кругленькие повесил, а в комнате вот такие вот квадратные. Они, по-моему, 9-ти ватовые обычные светодиодные светильники. Такие самые простые. Думал сначала, что буду утапливать их в потолок, но так как утеплял эковатый, вот. Решил скрытые проводки никакой не сделать. Ну, приколхозил вот так вот на саморе. Ну, тоже как бы нормально. Это всё-таки бытовка так. Не комната, не какой-то там чистовой ремонт серьёзный. Вся мебель киевская. Вот. Столик. Тут перекусить, чтобы можно было. Шкаф. Повесил наверху ещё вот такие вот полки. Там наверняка надо же будет ещё что-то складировать на зиму здесь оставлять. Вот. Собрал всё это я примерно за два месяца. То есть вся бытовка была. Строилась в выходные, там в праздники. Всё это за два месяца собиралось. Сейчас ещё небольшую панорамку сделаю с другой стороны. А, вот ещё окна. Окна пластиковые. Однопакетные. Вот. Куплены были в Леруа Мерле. Уже готовые. То есть нигде не заказывал, покупал уже готовые. Крыша. А, крыша из гибкой, из гибкой черепицы, с Шинглос, по-моему. Вот. И в качестве фундамента использовал вот такие вот блоки. Газобетонные, по-моему. Чуть-чуть вкопало сверху. Гидризолировал, чтобы брус не тянул влагу из него. Из земли. Вот. Ну, выглядит, в принципе, вот так вот. Крыша односкатная. Завёл электричество сразу. Отстолбатая фаска. Вот. У кого будут вопросы по бытовке? А, вот. Значит, вся бытовка обошлась в 120 тысяч. Если будут у кого какие вопросы, задавайте. Готов буду ответить. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы. Ну и до новых видео.